Всем большой привет! С вами снова Александр. И наконец-то появился ответ на вопрос родителей, которые пользуются автолюльками, возят детей, имею в виду, в автолюльках в автомобиле. И вопрос у них обычно следующий. Ребенку уже где-то 6 месяцев, он приблизительно 60 см, грубо говоря, и уже тесно ему в люльке. Они считают, что он не помещается. Особенно это, если в зимнее время года начинаются проблемы, как уместить ребенка. Соответственно, компания Joy с моделью iSpin 360E, именно эта версия, она нам дает решение этой проблемы. В принципе, можно и дальше ездить в люльке до 9 месяцев, но действительно иногда бывает тесно. Но это кресло у нас как раз-таки идет с 6 месяцев. Я вам сейчас даже точно скажу, так, с 61 см до 105 см можно перевозить ребенка в этом кресле. Соответственно, что нам нужно? Когда ребенок маленький, вот как раз 60 см ребенка уже есть, полгода, нам нужно это кресло каким образом? Оно у нас 360 в названии имеет не просто так, оно вертится на 360 градусов. Вот смотрите, это реально очень круто реализовано. Вот мы установили кресло на систему Isofix. Здесь система Isofix и якорный ремень. Поэтому в плане крепления тут все очень хорошо. Вот защелкиваем. Сразу упор в пол ставим. Все. Зеленая индикация загорается у нас и здесь, и здесь. Тем самым мы понимаем, что кресло стоит. Собственно, с креплением здесь все очень просто. Дальше нам нужно развернуть кресло против хода движения. Оно уже будет иметь сразу наклон. Вот такой. Здесь наклон, смотрите, вот в принципе моя рука. В принципе, да. Да, вот угол наклона. Это тот самый правильный угол наклона при движении ребенка против хода движения. Полностью горизонтальных не бывает. Но здесь нету в этой модели вкладыша для новорожденного под поясницу, который выравнивает спинку еще сильнее. И тем самым делает это кресло полностью с рождения. Прямо с роддома. Нежелательно. Эту модель приобретать в таких целях не нужно. Для этого есть другая модель у Joy. Вот. А это именно с полугода. С люльки смело пересаживаемся и до 105 сантиметров ребенка возим в этом кресле. Вот. Собственно, против хода движения. Вот так ставим. Все отлично. Поехали. Соответственно, здесь у нас, кстати, есть очень интересная тема. Здесь вот есть специальная блокировка, которая нам не даст кресло использовать неправильно. Вот я, например, поворачиваю. Все. Дальше оно не идет. Это чтобы мы не перепутали, не задумались о чем-то, еще что-то. И маленького ребенка не повезли. Все. Вот видите. Фиксатор убрал. Оно развернулось. Чтобы мы не повезли ребенка маленького по ходу движения. Сразу купили, поняли еще рано. Фиксатор перекинули. Все. Пользуемся так. Когда уже только разворачиваемся по ходу движения, фиксатор переводим в другое положение. И оно у нас начинает крутиться уже полностью. Это реально удобная штука. Просто я сам наблюдал такую картину, когда родители немножко не в теме, а увы, что-то купили, побежали. Не вникнули в вопрос и пытаются возить ребенка маленького по ходу. Не понимаю, что это опасно. Это кресло поможет вам не допустить таких ошибок. Соответственно, развернули, по ходу движения едем. Здесь у нас пятиточечные ремни, мягкие накладочки везде, паховая зона. Это все естественно и понятно. Здесь тем более на плечевой зоне, на накладках пятиточечных ремней, есть специальное покрытие. Оно, знаете, как будто клей здесь. Я утрирую, конечно, это не клей, но поверхность прорезинена. Не скользящая, в принципе. Она нужна для того, чтобы при ДТП ребенок не проскакивал, ремень его не травмировал, а он его просто фиксировал лучше. Это очень хорошая система. Она появилась вообще в топовых, в немецких брендах изначально. И, соответственно, перекочевала уже в более-менее бюджетный сегмент. Ну и, соответственно, здесь он тоже есть. Пятиточечные ремни, естественно, все регулируются по длине. Это все нормально. Так, смотрите. У нас здесь есть еще система, дополнительная система, которая активируется. Она у них называется Tri-Protect. Это система, которая гасит энергию удара при боковых ДТП. Смотрите, что происходит. Здесь настолько они заморочились, продумывали все сами за место родителей, потому что многие родители забывают, что здесь что-то надо нажать, там еще что-то. Все четко. Смотрите. Когда мы пристегнули ребенка, вот эта часть натягивается, и система боковой безопасности активируется автоматически. Единственное, она активируется с двух сторон сразу. Она же не знает, куда вы его поставили, справа или слева. Вам нужно будет после того, как пристегнете, если вам со стороны салона мешает, взять и закрыть. С той стороны, где мешает. А со стороны двери оставить нужно обязательно открытым. Соответственно, вот такого я еще нигде не видел. На самом деле, бренд Joy не перестает меня удивлять. Он предлагает такие решения, такие интересные группы, соотношение цены, качества, всех систем безопасности. Но на рынке никто такого не предлагает, на самом деле. Это достойно похвалы. Плюс они используют все самые передовые технологии по безопасности. Здесь этот вентилируемый каркас, дышащий. В общем, по безопасности все хорошо сертифицировано. Оно соответствует новому стандарту iSize. Это новый стандарт. Это стандарт, который достаточно сильно стал жестче в плане на проверку той самой безопасности. И он ему соответствует. Поэтому, соответственно, ребенка доверять этому креслу можно. Вот. Собственно, развернули кресло. По ходу едем. Теперь давайте посмотрим наклон кресла по ходу движения. И здесь это кресло меня тоже удивило, потому что очень приличный наклон. Смотрите. Здесь целых шесть положений. Я не знаю, будет ли кто-то вылавливать там четвертое или мне, пожалуйста, второе. Обычно сел ребенок или опрокинули полностью, лежит, отдыхает. В общем, навряд ли кто-то будет средний что-то искать. Но шесть положений есть и хорошо. Соответственно, наклон. Вот, смотрите. Наклон. Это более чем. Это просто отличный наклон для движения вперед. Сильно нельзя наклонять. Это небезопасно. Это даже очень травмоопасно, я бы так сказал. Поэтому наклон, вот это в пределах допустимого. Вы думаете, ребенок с таким наклоном уснет, и у него голова вперед свистнет? Нет, такого не будет. Голова под своим же весом лежит. Ребенок спит. Все прекрасно. Проверено просто. Мы уже все это видели. Соответственно, по комфорту здесь все хорошо. По безопасности хорошо. Теперь давайте про материал. У Joya есть модели серии Signature у них есть. Это более благородные материалы, более натуральные материалы. Они тактильно круче и выглядят круче, но и дороже. Здесь мы получаем ощутимо бюджетный материал, но в то же время, считывая цену, я не могу сказать, что это материал какой-то там никакой. Достаточно обычный материал, тактильный, не раздражает. Самое главное, чтобы он не был противным. Естественно, каким-то меганатуральным я его на ощупь не могу назвать. Но нормальный, приятный материал, ничего особенного. Обычная ткань. Соответственно, по материалу вот такая ситуация. И еще он достаточно мягкий. Здесь вот такой ход, наверное, наполнителя, поэтому мягенькое оно. И подголовник тоже. Вот смотрите, подголовник я нажимаю. Вот вы видите, да? Ход, наверное, вот такой вот. Вот смотрите, может отсюда вам видно. Конечно же видно. Я вам поверну сейчас, смотрите. Оно как губка. Вот, сидушка мягкая. Ну, в общем, кресло комфортное. Реально комфортное, удобное. Посадка хорошая. Ну, в принципе, все. По большому счету, по креслу я все, что хотел вам рассказать, рассказал. Как по мне, интересное, очень интересное предложение на рынке. Когда нам нужно с люльки во что-то пересесть. И не платить за это овер большой прайс. Поэтому я считаю это предложение уникальным, недорогим относительно, конечно же. Учитывая бренд, все-таки Joy уже становится таким мировым. Я даже его назвал. Очень хорошая компания, крупная, стремительно развивающаяся. Ей можно доверять детей, самое главное. Поэтому вот вопрос закрыт. Куда пересаживаться с люльки? Вот вам, пожалуйста, Joy iSpin 360e. Я прошу любить и жаловать. Ну, а купить, естественно, вы можете. Это в мире автокресел. А где еще купить? Это практически один из лучших магазинов России. Поэтому здесь сертифицирован товар, хороший сервис. Грамотные менеджеры всегда помогут, расскажут. С этим вопросов никогда и не было, и не будет. Соответственно, заказывайте, с доставочкой привезут. Можете приехать в магазин, примерить ребеночка. Я уверен, что оно вам понравится. Ну, и, соответственно, купить. Ну, собственно, выбор, естественно, как всегда за вами. Я лишь хочу поблагодарить мир автокресел за предоставленное кресло на обзор Joy. А вам хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова